Слава Господу! Вспомнить те серьезные ситуации, которые были в жизни Иисуса Христа, чтобы нам также иметь надежду, упование на нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, Великий Бог. Такого имя мы имеем, Отца Небесного, Великий Бог. И все, что Он сотворил, это сотворил ради Себя для нас, чтобы мы благодарили Его за всю ту любовь, за Его милость, которой Он являет в нашей жизни. И перед нашей общей молитвой я хочу прочитать Слово Божие, это Евангелие от Луки, 2-я глава. Здесь говорится о великой радости. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинея Сирию, и пошли все записываться, каждый, в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарет, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. «Записаться с Марией, обреченную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их. И убоялись страхом великим, ибо сказал им ангел. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслих». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежавшего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Мы прочитали эту историю, когда наступило то время, когда исполнилась полнота этого времени. И в первом стихе, в те дни, это те дни, в которые был рожден Иоанн Креститель, и Кесарь Август повелел сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Кверинея Сирию. И пошли все записываться, каждый свой город. Для чего сделал перепись Кесарь Август? Во-первых, всё, что находится на земле и на небе, всё под рукою Господа. Он руководит всем, что находится на земле и на небе. Почему он это сделал перепись? Эта перепись нужна для него, чтобы узнать или обложить провинцию налогом, который он должен получать в казну. Повелел произвести перепись народа, которая охватывала бы всё население, его состояние и расположение по месту рождения. Вот для чего он сделал эту перепись, чтобы знать количество налогов, которое должно прийти в казну им. Но он не знал то, что именно Бог руководит им. И Бог именно этим показывает, что он исполнил ветхозаветное пророчество, что именно в эту перепись придёт Иосиф и Мария в город Вифлеем, чтобы сбылось написанное о нём, об Иисусе Христе, который родится. И пошёл также Иосиф из Галилеи, из города Назарет, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Именно они пришли в Вифлеем на родину отца своего Давида. Но Мария именно в это время должна была родить младенца, потому что пришло и время. Когда же они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места им в гостинице. Мы представляем, что такое ясли. Что такое хлев, что такое, где стоят животные. И в яслях это кормушка для корма животных, где ложат корм и животные едят. И там, в этом помещении, совсем другой запах, и другое положение. Не так, как в нынешних клиниках, когда молодые люди идут рожать, там всё для них готово, всё по новым технологиям, техникам, чтобы меньше было всяких переживаний. Но там не было такого. И она родила там младенца. Здесь не описывается больше, просто она родила его. Я думаю, что Господь также помогал им, чтобы именно родился сын. И она положила в его ясли, потому что не было гостинице. Он не пришёл, как бы сказать, в чертоги царские, чтобы родился там. Здесь не описывается, чтобы Марию и Иосифа встречали, как знаменитых таких людей, чтобы они там родили в них, в этих чертогах царских, которые украшены золотом, серебром. Нет. Именно в яслях он должен родиться. Так написано в пророках. И так оно произошло. И для того, чтобы эта весть стала известна большому числу людей, в той стране были на поле пастухи. Пастухи в период Иисуса Христа, это были люди низкого сословия, которые пасли овец. Они не были, так сказать, в большом положении, но они были в презрении, потому что они подозревались постоянно в воровстве. И таким образом ангел именно пришёл к этим пастухам. Опять же, не к каким-то знаменитым священникам там, но он пришёл к пастухам. Так написано в Слове Божьем, которые стерегли ночную стражу в стаду своего. И вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И я представляю, когда открывается небо, и когда хоры ангелу появляются, и небесное сияние сходит, и ангел тут свидетельствует пастухам, я думаю, земные люди, они, конечно, попадали в страхе. И мне вспоминается ситуация, когда один человек, который гнал в церковь, и шёл в один город, и встретился тоже ему Господь с неба. он тоже упал на землю. И таким образом никто не может устоять, когда открывается небо, и появляется божественный свет, сияние, которое осияет всё на этой земле. Так и случилось с пастухами. Но ангел им принёс благую весть, радостную весть. А тому Господь смирил его. Что такое смирение, и что такое радостное, ведь это две большие разницы. Вот. И он говорит, ибо ныне родился в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. Ангел назвал три имя Бога. Спаситель, Христос и Господь. Один в трёх лицах. Он засвидетельствовал, и пастухи это свидетельство приняли. И дальше он говорит, вы найдёте младенца, лежащего в яслях. И небесное воинство, оно славило Бога, и псалмами пело, восхваляя Его. Но мы не знаем, какие псалмы небесное воинство пело. Но, как написано, восхваляло Бога. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. То есть, идёт перемена жизни людей. То есть, на земле мир. Пришёл мир на землю, и в человеках появится благоволение. То есть, благо будет у людей один к одному. То есть, примирение будет для людей. Вот именно, что возвещал ангел. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангели отошли на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдём в Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь». Пастухам интересно стало, потому что Господь им возвестил. Они видели вот это всё, сияние ангела и хоры. Им захотелось увидеть, именно, что ангел говорил, о чём он. И когда они пошли в Вифлеем, и нашли Марию и Иосифа, они рассказали им, что с ними произошло. И как ангел возвестил им. И они действительно пришли и нашли младенца в яслях. Вот именно эту весть они принесли Марии. И Мария, и другие, которые там были рядом, они слышали. И Мария всегда хранила вот эти слова в сердце своём. Она слагала их, чтобы потом, в последствии, она могла засвидетельствовать о том, что это действительно была правда, что это так было, что Господь пришёл именно младенцем через Марию. Я хочу ещё зачитать один стих. Это Евангелие от Матвея. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Мы можем сказать, слава Богу, что мы видим и слышим нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Мы Его видим, мы Его приняли, Он родился в наших сердцах, Он родился, и мы знаем, что Он живёт в наших сердцах, и мы знаем, что Он руководит нами, Он наш царь, Он нас проводит в этом земном пути, потому что мы приняли Его рождение. и мы родились в Нём. Он нас родил. Мы не родились сами, но Бог нас родил. К новой жизни, вечной жизни, которая приготовлена на небесах. И заканчивается вот этот Новый год, Старый год, будет начинаться Новый год, и мы празднуем рождение Иисуса Христа. И многие празднуют своё рождение, духовное рождение, когда Господь поменял ихнюю жизнь, когда Господь вошёл в нихнюю жизнь, и они начали видеть глазами и слышать ушами то, что раньше они не видели, не слышали. Так Бог открывает, так Бог и спасает людей. И я благодарю Бога, что я прошёл через этот путь. И я благодарю Бога, что Он родился в сердце моём и живёт в сердце моём. Ему слава нашему Богу, потому что Он всех нас любит. Он пришёл, унизился, чтобы нам иметь в Нём радость в этой жизни. Многие ищут и не находят, а многие принимают и имеют. Это две большие разницы. Нужно принять Его. Не искать где-то там в каких-то делах своих, в каких-то поступках, чтобы получить прощение грехов. Прощение грехов и спасение даётся нам по благодати. По благодати. Но когда мы это принимаем, у нас появляется вера и дела наши уже совсем другие становятся. Вот в чём разница в нашей христианской жизни. Бог любит нас. И Он не пожалел Сына Своего, чтобы Он взошёл на древо, на Олговский крест, чтобы там сказать нам, вот смотрите, как Я вас люблю, Я отдаю себя за вас. Кто из нас может так сказать, чтобы пострадать за кого? Не каждый это сделает, но Бог сделал это. И Бог умер, но Он воскрес для нашего оправдания. Он этим доказал, что Он Бог живой. И по сей день Бог действует, Бог спасает, Бог призывает ко спасению каждого, чтобы все, кто ещё не знает Его, мог повернуться к Нему и попросить, Господи, прими меня к себе, я хочу быть с Тобою. Пастухи приняли это Слово, они пошли посмотрели, они поверили Ему, Ангелу. И они действительно увидели, и они приняли, что да, действительно родился Спаситель умер. Это большая радость для всего человечества, которое живёт на этой земле. Если соизмерить всё, что сделал Бог для нас, мы не можем в память свою это вместить. Но чтобы мы имели уверенность, мы должны верить в это, что действительно Господь любит нас, и Он хочет, чтобы наша жизнь была для Него. Не для того, кто хочет нас погубить, а для вечной жизни, которую Бог приготовил для нас. А теперь давайте встанем на наше колено и поблагодарим Бога, прославим Его за Его чудный приход в этот мир, а Ему за всё пусть будет слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok